Страх Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о страхах. Страх. Кто не испытывал этого состояния? Действительно, страхи стали неотъемлемой частью нашей жизни. Что пугает каждого из нас? Я думаю, список будет длинным. Но мы поговорим сегодня не об этом. Однажды мудрец встретил чуму. Она шла по направлению к городу. «Куда и зачем ты идешь?» – спросил он ее. «Я иду в город. Мне нужно забрать с собой пять тысяч человек». Через какое-то время он встретил ее, идущую обратно. «Подожди», – сказал он. «Ты же говорила, что ты заберешь пять тысяч человек, а забрала пятьдесят». «Нет», – сказала чума, – «я забрала пять. Остальные умерли от страха». Мы поговорим сегодня о социальных страхах. О страхах, которые порождаем мы, как члены общества. О страхах, которые живут среди нас, которые мы любим, которые мы слушаемся, которые собираем в виде бугета и прячем за них свою пассивность, безответственность, нежелание что-либо менять. Действительно, страхи, которые, социальные страхи, которые живут в обществе, могут быть абсолютно объективными и обоснованными. Это экологические страхи, техногенные, космические, какие угодно, экономические, например. Они выполняют позитивную роль, потому что они активизируют, мобилизируют нас. Они заставляют нас что-то делать, они заставляют нас задумываться, заставляют двигаться вперед, изменять себя, изменять окружающую среду. Они показывают сферы общества, которые являются проблемными. Действительно, если мы чувствуем себя небезопасно в какой-то сфере, это значит, что эта сфера нуждается в изменении. Нужно обратить внимание на проблемы, которые существуют в этой сфере. Но есть и вторая сторона медали. Страхи, которые существуют в обществе, очень часто мы их не замечаем и не задумываемся. Но они предопределяют нашу жизнь, они предопределяют наши поступки. Вернее, они делают нас пассивными, безответственными. Людьми, которые прячутся за... Меня не поймут, меня осудят. Так никто не делает, так никто никогда не делал. Я боюсь что-либо менять, потому что так не принято. И социальные страхи, они служат определенными ориентирами, лжеориентирами, за которые мы прячемся, обосновывая свою пассивность, отсутствие ответственности, непричастность к чему-либо. Потому что не может один человек взять и достичь, и реализовать свою мечту. Не может человек что-либо изменить в своей жизни, в обществе. Он не может нести ответственность, он не хочет, он боится. Безусловно, в сфере города, в среде города проблема страхов, она актуализируется с большей силой. Почему? Потому что город выступает своеобразным катализатором этих страхов. И в городе они получают огромное разнообразие. Только в городской среде мы можем говорить о существовании определенных видов страха. В городе появляется сфера публичного, и публичная сфера начинает конкурировать со сферой личностного. И, к сожалению, проигрывает, потому что публичная сфера – это как раз и есть сфера диалога, где мы можем дискутировать, говорить о том, что мы не безразличны к происходящему, выносить какие-то идеи, реализовывать эти идеи, обсуждать эти идеи. Но мы боимся, и наш страх превращает сферу публичного в нечто обезличенное, в нечто плохое, в зло. То есть, когда мы говорим о сфере публичной, наверное, первое, что приходит в голову – это сфера политики. И эта сфера как никогда иллюстрирует нашу пассивность и наши страхи, которые существуют. Что необходимо делать в этой ситуации, когда сфера публичного противопоставляется пассивной, безразличной толпе, которую не готовы что-либо делать? Необходимо перестать потреблять те продукты, которые нам предлагает общество. Что это значит? Есть очень классная притча, когда турист, попав в незнакомую страну, заходит в магазин, где продаются фрукты. Очень экзотически, он видит их в первый раз, и он, безусловно, хочет все их попробовать. Но он замечает, что как только кто-то из покупателей берет эти фрукты в руки, они превращаются в семена. Он решил обхитрить ситуацию, и, подойдя к продавцу, он сказал, «Продайте мне, пожалуйста, вот этот фрукт». На что продавец сказал, «Мы не торгуем фруктами, мы торгуем семенами». Вот с чего нужно начинать. Страх возникает чаще всего из-за отсутствия информации. Мы боимся не потому, что ситуация потенциально опасна, потому что мы не знаем, мы недостаточно информированы о ситуации. Но мы боимся, опять-таки, признать собственную некомпетентность, мы боимся быть социально некомпетентными. Это же знают все, и мы ориентируемся на те стереотипы, те клише, которые существуют в обществе. Сегодня наше общество ушло от логики то или иное, работа или отдых, риски или безопасность, к логике и то и другое. Мы хотим и хорошую работу, и хороший отдых. Мы хотим и риски, мы хотим ощущать себя в безопасности. Мы хотим реализовываться, но тем не менее мы отступаем, и мы пассивны. Мы боимся изменить себя, мы боимся изменить что-либо в собственной жизни, мы боимся изменить что-либо в обществе, в глобальном уровне. И что же происходит в этой ситуации? Почему это происходит? Что нужно делать в этой ситуации? Нужно перестать, как я уже говорила, быть потребителями, нужно четко следовать своей цели, нужно понимать, что же мы хотим. Действительно, ситуация дает нам множество рисков, множество возможностей, множество жизненных шансов. И в этой ситуации нужно действовать, нужно идти и не забывать к собственной цели. И напоследок я хочу закончить, чтобы поставить такую яркую, возможно, точку, притчей о рыцаре-драконе, когда рыцарь потерялся в пустыне, и он потерял коня, доспеки, оставил только меч. И когда он уже совсем обессилел, уже ничего ему не хотелось, все силы были на исходе, единственное, что он хотел, это воды. И вдруг он делает шаг и видит впереди огромный пруд с чистой кристальной водой. У него открывается второе дыхание, он со всех сил бежит к этой воде, подбегает и только пытается зачерпнуть воду, видит, что на берегу спит дракон. Он хватает свой меч и бросается сражаться с драконом. Час сражаются, два сражаются, в конце концов, оба обессиленные упали на песок, и дракон поднимает голову, говорит, рыцарь, а ты что хотел-то? Говорит, воды попить. Ну так пил бы. Так вот, в борьбе со своими страхами не забывайте о своей цели. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ